Это пятый урок. Крокоблок. Премиум плагины для Elementor Pro на WordPress. В этом видео я хочу показать вам, как настроить сейчас перед вами демка в миниатюрном виде вывод ваших записей WordPress в любом месте на вашей странице Elementor Pro. Давайте посмотрим, как это реализовать. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Я продолжаю серию уроков про Крокоблок. Вот сейчас вы видите на моем демо-сайте я вывел новости. Здесь есть стрелки переключения. Анимационно вы видите, текст печатается. Именно заголовок записи в компактном виде можно где-то на сайте это отобразить. По клику, по заголовку или по миниатюре можно перейти. По миниатюре, кстати, не переходит у меня. По заголовку можно перейти в развернутую запись WordPress, которая у меня тоже настроена через Elementor Pro. Давайте посмотрим, как это реализовать. Я его удалю в режиме редактирования на странице своего сайта Elementor Pro. Значит, смотрите, вот он JetElements. Я надеюсь, вы смотрели мои предыдущие уроки, как установить JetElements и так далее. Значит, в этом видео конкретно именно вот эта плитка TextTicker. Перетаскиваем ее в любое место на холст в Elementor вашего сайта. И у вас, естественно, должны быть созданы записи на WordPress, чтобы они сразу отображались. Вот как у меня, вы видите, они печатаются. То есть обычные записи в WordPress создаете. Я еще ничего не настраивал, у меня они уже вот здесь появляются. И давайте пройдемся по настроечкам. Название сайта. Какой-то заголовок, например, новости, он будет отображаться вот здесь. Дальше для этого заголовка указать заголовки от H1 до H6. Естественно, зависит от этого размер. Текст и так далее. Я оставляю div. Скрыть на планшетах вот именно вот этот заголовок новости. Вы можете сразу перейти в планшетную версию и, например, скрыть. На планшетной версии, вы видите, прячется вот это слово новости, которое я здесь написал. Также это и есть для мобильных устройств. На ваше усмотрение оставлять или нет, зависит, наверное, от длины заголовка. Показывать текущую дату. Вот показывается дата создания записи. Дальше формат записи. Но я показывать это не буду. Показывать количество постов, отображаемых вот в нашем, вот в этом миниатюрном варианте. Дальше тип поста записи или страница. То есть могут отображаться страницы вместо записи. Я оставляю запись. Дальше запрашивать посты по... Запрашивать посты все. По тегам, по идентификатору можно, видите, задать. И я оставляю по категориям. Посты из определенных рубрик. Если вам нужно выводить посты только из какой-то определенной рубрики, например, вот у меня есть рубрика WordPress, то только из этой категории здесь будут показываться посты. Вы даже сейчас видите, у нас в реальном времени все меняется. Мы это видим с вами. Пускай у меня показываются все посты. Дальше идентификаторы можно также указать. Движемся с вами далее. Смещение постов. Это мы с вами пропускаем. Фильтровать по кастомному полю. Это если вы используете произвольные поля в ваших записях. Я это не использую, поэтому для меня это не актуально. Вот это у нас ограничение, заголовка. Если вот видите, заголовки длинные, можете поставить, например, вот так вот один. И вы видите, как режется заголовок автоматически. Это если длинные заголовки. Если слишком коротко, поставьте большее значение, тогда заголовки будут подлиннее. Я ставлю 0, то есть без ограничений все заголовки, неважно какого размера, они будут здесь выводиться. Дальше показывать ли миниатюру поста. Я думаю, что лучше показывать. Смотрите, видите, сейчас у меня миниатюра спряталась. А дальше уже вы можете поставить, например, размер миниатюры. Например, я сделаю вот такая миниатюра, у меня будет побольше. Ну, я ставлю 50, как и было. Скрыть миниатюру на планшетах, скрыть миниатюру на мобильных устройствах. Тут на ваше усмотрение. Поиграйтесь, как для вас лучше. Изначально уже скрыто, потому что мы можем видеть, что у нас на планшете, например, миниатюра уже не выводится. Наверное, так будет правильно. Показывать автора поста. Вот иконка. Можно, кстати, задать иконку автора. Вот она меняется здесь. Федор Васильев пост создал и так далее. А я автора показывать не буду. Дальше показать дату поста, формат даты, иконка даты, скрыть дату на планшетах и так далее. На мобильных скрыть, думаю, здесь вы уже разберетесь. Давайте посмотрим следующее. Это у нас идет уже эффекты. Если эффект мы убираем, то у нас не печатаются буквы. Я думаю, что это интересный эффект. Он привлекает взгляд. Я бы этот эффект оставил. И также есть еще дополнительный эффект. Визуально я не вижу изменений как-то особо. Но есть вот такой некий еще дополнительный здесь эффект. Не знаю, что выключен, что включен. Я не вижу разницы. Автозапуском. Смотрите, если мы с вами отключим, автоматически посты не будут переключаться, но человек сможет их переключать вот так вот по стрелкам. Если автозапуск мы оставляем, то ниже скорость, точнее это интервал, 5000 миллисекунд это 5 секунд. Можете поставить меньше, чтобы быстрее эти новости переключались. Показывать стрелки управления. Если скроем, вот эти стрелки исчезают у нас. Если мы их оставляем, то вы можете выбрать дизайн стрелкам, использовать что-то другое. Вот этот вариант совсем ни о чем. Например, так. И это все были настройки данного плагина Крокоблок, но остаются еще стили, где, я думаю, вы уже сами разберетесь. Я лишь покажу какие-то ключевые моменты. Например, перейду в пост. Например, ссылка, цвет ссылки. Если я возьму синий, обратите внимание, наши заголовки все стали синие. Если надо, чтобы при наведении мыши на заголовок менялся цвет, то ниже, пожалуйста, вы можете выбрать, вот я навожу мышь, красные теперь заголовки. Также дизайн стрелкам вы можете назначить в этой вкладке, стандартные при наведении, то есть очень-очень тонко все это можно настроить. Достаточно в целом симпатичный виджет Крокоблок. с выводом вот так вот новостей это привлекает взгляд пользователей вашего сайта. На этом данный урок я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok